Всем добрый день! Сегодня вот я решила пожарить оладьи из кабачков. Я взяла два небольших кабачка. Сейчас я обрежу кончики с обеих сторон. Чистить кабачки я не буду, потому что они молоденькие. И натрем мы теперь кабачки на мелкой терке. Кабачки можно брать не только молоденькие, когда уже будут в огороде более зрелые кабачки. Их тоже можно будет брать, но там нужно будет обязательно почистить шкурку и убрать семечки. На тертые кабачки мы сейчас добавим яйцо. Можно взять одно или два яйца по желанию. И добавлю сюда я кефир. Кефир можно взять тоже любой жирности. У меня в данный момент 3,2. Я беру 150 грамм. Теперь я добавлю чайную ложку соли. Но это тоже как бы не точно. Может быть потом придется подсолить. Это тесто можно будет во время того, как оно будет готово, попробовать. Перемешать нужно тщательно. И теперь мы будем добавлять муку. Муку я всегда добавляю на глаз. Но вот сегодня я сама вместе с вами проверю, сколько же хотя бы тут примерно нужно будет муки. Я просею стакан муки и буду добавлять постепенно. Всыпаем полстакана, перемешиваем, смотрим по виду, по консистенции теста. И потом еще можно добавить остальную муку. Я всыпала стакан, перемешала. Сейчас посмотрим, как это будет выглядеть. Еще теперь я добавлю сюда 50 грамм растительного масла. В это тесто я не добавляю соду. Она здесь не нужна. Еще мы раз перемешаем тесто и посмотрим, достаточно ли муки. Я вот считаю, что немножечко все-таки жидковато. Я решила добавить еще полстакана муки. Добавлять ее буду тоже два приема, посмотреть, как она будет, достаточно или нет. Ну вот я считаю, что в принципе можно высыпать все полстакана. Тщательно перемешиваем. Тесто должно быть вот такое. Оно не жидкое, оно как бы сваливается с ложки. Итого у нас ушло полтора стакана муки. Тесто готово. Будем разогревать сковородку. Я наливаю немного масла. Вот масло разогрелось. Я проверяю это ложкой. И теперь будем выкладывать наши оладьи. Газ для жарки можно прибавить сильно. Лучше оладьи несколько раз перевернуть. Тогда они просто равномерно прожарятся. Если газ делать медленно, то придется очень долго стоять, жарить их. Они жарятся не очень быстро. Кабачкам, конечно, нужно там немножечко все-таки протомиться. Поэтому лучше перевернуть их несколько раз. У меня в семье все любят и такие оладьи. Дети и внуки. В первый раз я даже побоялась, что они не захотят есть оладьи из кабачков. И я не сказала, из чего они сделаны. Но все им понравилось. Я уже потом сказала, из чего. И сейчас это самый любимый завтрак. Я даже замораживаю кабачки на зиму. Я точно так же их срываю, чищу. Натираю на мелкой терке и замораживаю. А зимой нужно только разморозить. Положить на дуршлаг, чтобы стекла лишняя жидкость. И можно печь оладьи. Видео немножко сократило. Но каждый раз я оладьи переворачивала по 2-3 раза. Чтобы они хорошо пропеклись. Перед каждой партией я обязательно наливаю немного масла. Слегка прикрыть только дно сковороды. Вот все свои оладьи я пожарила. Получилась вот такая небольшая горка. Но эта партия небольшая. Но я все равно считаю, очень достойный завтрак. Подавать оладьи лучше немножко остывшими. Есть их можно со сметаной, с майонезом. Кто с чем любит. Можно и просто так. А теперь пробуем. Пробуем. Вот немножечко они остыли. Они очень мягкие, нежные. И совсем практически не видно, что там внутри кабачки. Попробуйте и вы испечь. Такие оладьи. Я уверена, что вам тоже понравятся. Всего доброго. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok